Дорожники и коммунальщики На уходящие недели в округе состоялись проверки предприятий и управляющих компаний. Видишь все, что хочешь увидеть. Эта операция делается гораздо проще и качественнее. Современные технологии стали доступнее. Люберецкая областная больница пополнилась новым оборудованием. Данные подстанции очень важны именно в районах, отдаленных от центральных подстанций. Томительного ожидания врача теперь не будет. В поселке Октябрьский открылась подстанция скорой помощи. Они дают новые вектора развития, создают определенный контур для развития дошкольных организаций. Восемь жемчужин дошкольного образования. В Люберцах лучшие педагоги Центрального федерального округа представили свои проекты. Искренне пожелаю сегодня, чтобы этот спорт культивировался и развивался в Люберцах. Фигурное катание на паркете. Впервые в городском округе Люберцы прошли областные соревнования по роллер-спорту. Подготовка к зиме, обращение жителей и спортивные победы. Рабочая неделя в администрации округа началась с оперативного совещания начальников управлений. Подробности далее. За неделю на территорию округа произошло 179 ДТП. Не обошлось без жертв. Есть погибший. Также сотрудники полиции обнаружили труп мужчины в одной из квартир по улице Инициативная. В ходе проверки установлено, что два гражданина Армении в результате ссоры один другому причинили телесные повреждения, в ходе которых другой скончался. Сейчас возможное уголовное дело по статье 105. Проводится следствие. Работа кипит у служб ЖКХ. Продолжается капремонт в многоквартирных домах. В настоящее время полностью выполнены работы в 47 МКД. Отопительный период проходит без технологических нарушений в штатном режиме. В городском округе продолжается проверка готовности ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний к проведению аварийно-восстановительных работ в зимний период. Работа не стоит на месте и на муниципальных дорогах. Проводится уборка посадочных площадок, тротуаров и проезжих частей. Очистка дорожных знаков и удаление незаконной рекламы. За отчетный период было вывезено и утилизировано мусор 56 кубических метров. Убрано с метра в объеме 41 кубический метр. Утилизированы нестанциональные свалки в объеме 8 кубических метров. На совещании обсудили вопросы комплексного обустройства дворовых территорий. Работы регионального оператора «Эколайн-Воскресенск». А также выслушали доклад о развитии спорта в муниципалитете. На этой неделе глава городского округа Люберцы уделил немало внимания коммунальным и дорожным предприятиям. Владимир Ружицкий проверил их готовность к работе в осенне-зимний период. Одними из первых отчитались специалисты Люберецкого ДЭП. Подробности в нашем сюжете. В этот раз проверка готовности состоялась в необычном режиме. Работников дорожного хозяйства поздравили с профессиональным праздником. Лучшие сотрудники предприятий получили благодарственные письма. Мы к зиме готовы. Коллективы, которые сегодня обслуживают дороги, я оценю, что они профессиональны. Техника у нас есть. И я уверен, что мы зиму пройдем без эксцессов. В этом году на улицах округа бороться со снегом и гололедом выйдут 95 единиц спецтехники. Убирать дороги будут более 500 человек. Более 300 тысяч килограмм закуплено песко-соляной смеси. Но это не вся смесь. Еще в январе будет проводиться дополнительное размещение и будет докупаться на оставшийся сезон. Докупать будем новую технику в этом году. И сил на содержание городских дорог у нас будет больше. С середины ноября все дорожные предприятия перейдут на круглосуточный режим работы. Мария Кузьмичева, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Зима – серьезное испытание не только для дорожных служб, но и для управляющих компаний. Смотр техники провели в Люберецком городском жилищном тресте. Зима для коммунальщиков, для ЛГЖТ в частности. Такое серьезное испытание. И суть в том, что мы обречены зимой как-то ситуацию держать. Как удержать ситуацию под контролем? Зимой знают сотрудники ЛГЖТ. Управляющая компания содержит территорию львиная доля домов города. А это значит, что права на ошибку и работу спустя рукава не имеет. К чистке дворовых территорий от снега помимо основного оснащения. Уже готовы 60 единиц зимней спецтехники. Трактора с навесным оборудованием. Самосвалы, погрузчики и роторные снегоуборочные машины. Во всеоружии и 420 человек. В снегопад мы готовы усилить наших дворников порядка более 200 человек. Плюс еще порядка 14 единиц моторизированной техники. Как показывает практика, той техники и тех ресурсов, которые у нас имеются, вполне хватает. Единственное, мы, конечно, каждый год себя, скажем так, тренируем, на новый уровень выводим. Для того, чтобы каждый год уровень уборки становился все лучше. В этом поможет и обновленный арсенал инвентаря для уборки. Кроме того, подрядными организациями закуплены противогололедные средства. За холода планируется использовать более 400 тонн реагентов и 700 тонн песко-соляной смеси. Анна Троян, Валерия Абсалямов, телеканал ЛРТ. Показала свою готовность к зимнему содержанию территорий и Люберецкая управляющая компания. В зоне ее ответственности два микрорайона. Перед началом первых снегопадов коммунальщики показали проверяющей комиссии во главе с Владимиром Ружицким свою технику и инвентарь. 26 детских площадок, 23 спортивных и 58 жилых домов. За чистоту и порядок в городках А и Б отвечает Люберецкая управляющая компания. Для того, чтобы справиться с зимними задачами, организация запаслась целым арсеналом техники. Имеем мелкие механизированные техники, более 10 единиц. Крупные механизированные техники в виде тракторов у нас 8 единиц техники для уборки дворовых территорий. Их у нас 35. Не только техникой, но и сотрудниками укомплектована Люберецкая управляющая компания. В уборке дворовых и общественных пространств задействовано более 60 человек. С точки зрения обращения жителей и контроля жителей за территорией, гарнизон у нас в городском округе стоит на первом месте. Мы хотим понять, что у нас есть в зиме. Настолько мы готовы, потому что с них же выпадет обязательно гололед, сосульки с крыши. И с этим мы должны как-то справиться. Управляющую компанию признали готовой к зиме. Теперь главная задача коммунальщиков – справиться с любыми капризами погоды. Луиза Игазарян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Побывал глава округа и на смотре управляющей компанией «Содействие». Ее специалисты уверяют, что для борьбы со снегом и гололедицей в их арсенале есть все необходимое. Так ли это на самом деле? Подробности далее. Сегодня только октябрь месяц, а ноябрь будет теплый, а в декабре снег будет 100%. И надо понять, что у нас есть. В арсенале коммунальщиков 83 работника и 18 единиц спецтехники – погрузчики трактора «Газели». Также закуплено 55 тонн реагентов и 210 тонн песко-соляной смеси. При необходимости мы будем привлекать дополнительную технику. Но сейчас мы считаем, что этой технике достаточно, чтобы справиться с зимой. Глава округа Владимир Ружицкий считает иначе. Управляющая компания «Содействие» не готова к обильным снегопадам. Людей, дворников гарантированно недостаточно. Техники гарантированно недостаточно. Мы не ставим задачу везде снег вывезти. Это невозможно. И Москва не вывозит. Но с центральных улиц, с проходом в школу, с садом, к станциям. Там снега не должно быть. Глава дал поручение руководству компании решить вопрос с нехваткой техники и специалистов. Мария Кузьмичева, Валерия Апсалямов, телеканал ЛРТ. В Люберецком отделении партии «Единая Россия» прошло очередное заседание полицовета. На встрече рассмотрели ряд организационных вопросов и наметили дату местной партийной конференции. 29 октября Люберецкие «Единая Россия» обсудят итоги работы за 2019 год и приоритетные задачи на ближайший период. Также в этот день пройдет плановая ротация политического совета. В основном уставе партии у нас 10% ежегодно проходит ротация политического совета. У нас полицовет составляет 20 человек. Значит, два человека мы будем новых людей предлагать в наш полицовет. На общем собрании члены Люберецкого отделения партии изберут 11 делегатов для участия в областной конференции «Единой России». Она пройдет 8 ноября в Одинцове. Заседание комиссии по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям общественной палаты прошло в Люберцах. Представители конфессии рассказали о проделанной работе за второй и третий кварталы этого года и поделились намеченными планами. Люберецкая армянская община – одна из самых активных в округе. Объединение помогает землякам с трудностями, которые возникают при переезде. Силами общины организована школа, в которой обучают родному языку. Кроме того, общественники проводят национальные праздники. Особенно богатый год на мероприятие получился у еврейской общины. Это позволило пополнить ряды объединения. Малакская еврейская община постоянно расширяет спектр благотворительной деятельности. Мы надеемся, что и в будущем году, сейчас у нас наступил 5780 год, что мы привлечем еще больше, охватить больше людей, которые нуждаются в поддержке. Каждая из национальных общин рассказала и о проектах, которые пока только в стадии разработки. Председатель комиссии Екатерина Дегтярева предложила собравшимся открыть уголок национальных культур в Есенинской библиотеке. Это реально сделать, и туда приходят реально школьники. Если мы что-то хотим, нам нужно определиться с объемом своих экспозиций. Нужен объем полностью того, что мы хотим представить. Насколько у нас исторически значимые вещи есть вообще. Что мы вообще хотим о Люберецком районе показать в рамках разреза народов. Также на заседании обсудили планы на День народного единства. 4 ноября национальная автономия объединяет силы, чтобы организовать праздник на высоком уровне. Анна Троян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Люберецкая областная больница пополнилась новым оборудованием. Современная техника для диагностики и лечения пациентов поступила в кардиологическое и офтальмологическое отделения. Новая аппаратура уже работает и получила оценку врачей. Со стороны операции все хорошо. Результат хороший. Диагноз двусторонняя катаракта Юрию Иванову поставили в конце августа. Недавно мужчина перенес операцию на правом глазе. Результатом доволен. Отлично вижу. Значительно резкий скачок в качестве зрения. Катаракта делает мир таким темным. И очень неуютно было в нем жить. Увидеть мир в ярких красках помогли современные технологии. Операцию провели с помощью нового микроскопа. Этот аппарат видит то, что не удавалось увидеть его предшественникам. Раньше у нас был микроскоп тоже японский. Там разрешающая способность гораздо хуже, чем на этом. Иногда там, как говорится, приходилось делать операции местами на ощупь. Видишь все, что хочешь увидеть. В этом операция делается гораздо проще и качественнее. Проще стала работа и кардиологов. Сосудистый центр Люберецкой областной больницы получил универсальный ультразвуковой аппарат. С его помощью врач может делать эхокардиологические исследования в нескольких режимах. Представляется возможность проводить ультразвуковое обследование не только органов грудной клетки, в частности сердца, но и брюшной полости. Но кроме того, появилась возможность проводить так называемое через пищеводное эхокардиографическое исследование. Необходимое при радие заболеваний сердечно-сосудистой системы. Для Люберецкой областной больницы 2019 год оказался урожайным на новую технику. По программе развития здравоохранения Подмосковья оборудование медучреждений обновилось на 20 миллионов рублей. Мы заявляли как учреждение в Министерство здравоохранения те виды оборудования, которые поддержали бы на достойном уровне, на современном уровне хирургические технологии. Это касается как и урологии, так и эндоскопической хирургии. Для стационарных подразделений уже введен в эксплуатацию колоноскоп для исследований желудочно-кишечного тракта. До конца этого года арсенал больницы поликлиник округа пополнится еще 41 единицей медицинского оборудования. Медицинская помощь жителям округа стала не только качественнее, но и оперативнее. Считанные минуты до приезда кареты скорой помощи для жителей Октябрьского теперь это не мечта, а реальность. В поселке открылась собственная подстанция, которую 40 тысяч человек ждали давно. Как работает новый объект здравоохранения узнавала Анна Троян. 10 минут до двери пациента вместо 20-30, когда помощь нужна срочно, каждая секунда на счету. Четыре бригады в несколько смен держат руку на пульсе неотложных вызовов жителей Октябрьского и других ближайших поселков. Фельдшер Андрей Ржаной раньше работал в Люберцах. За месяц успел оценить преимущества нового объекта. Конечно, это приближает медицинскую помощь к населению, сокращается время доезда и обеспечивается более рациональная работа бригад скорой помощи. Данные подстанции, они очень важны именно в районах, отдаленных, так скажем, от центральных подстанций. Сократить время приезда удалось в том числе из-за удачного расположения. Новая подстанция работает бок о бок с пожарной частью за углом выезд на федеральную трассу Урал-М5. А ведь объект мог так и не открыться. Его строительство еще в 2008-м бросил застройщик ближайшего микрорайона. Это был недострой. Мы впоследствии данной темой занялись, нашли деньги. Это деньги небюджетные тоже за счет привлеченных средств, за счет небюджетных источников. Эту подстанцию мы достроили. Цена вопроса где-то в пределах 12 миллионов рублей. На эти же средства и оснастили подстанцию. В здании есть диспетчерская, несколько комнат отдыха с душевыми, оборудованная кухня и раздевалки, которые рассчитаны на увеличение штата. Планируем, что сегодня будет пятая бригада. Это бригада территориального центра медицины и катастрофы. Это те бригады, специализированные реанимационные бригады, которые будут выезжать на все катастрофы. Количество бригад станет больше и по мере заселения нового микрорайона Таймилина-2018. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В этом году на территории обслуживания Люберецкой госавтоинспекции произошло 27 ДТП с участием общественного транспорта. В большинстве случаев виновники аварий – водители маршруток. Для того, чтобы снизить печальную статистику, инспекторы отдела технического надзора провели профилактический рейд. На этот раз в поле зрения старшего лейтенанта полиции попал общественный транспорт, курсирующий в Октябрьском. Посёлок лидирует по количеству жалоб на работу водителей. Здравствуйте, Гайвоздев, старший лейтенант полиции полиции полиции. Будет об этом документ на транспортные средства, водительское обеспечение, статковый полиции, патрулисты. После проверки документов инспектор обращает внимание на техническое состояние транспорта. Проверяю, чтобы все кресла были зафиксированы, чтобы все стёкла были на месте, аварийные молоточки для аварийного выхода. Наличие и исправность тахографа – следующий пункт проверки. С этим испытанием водитель микроавтобуса не справился. За это нарушение водителю грозит штраф до 3000 рублей, а механик, который выпустил на линию неисправный транспорт, заплатит в два раза больше. Такие профилактические рейды проходят в Люберцах регулярно. Причиной тому – частые аварии с участием маршруток. Несмотря на все принимаемые меры, обстановка с пассажирским транспортом на территории Московской области остаётся сложной. Если брать общее количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших с участием автобусов, то можно наблюдать картину увеличения виновности водителей именно автобусов. По сравнению с прошлым годом, уровень виновности водителей общественного транспорта увеличился почти в два раза. В этом году уже 18 маршрутчиков-нарушителей стали причиной дорожно-транспортных происшествий. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Люберецкие полицейские задержали мужчину, который подозревается в незаконном хранении наркотиков. При яичном досмотре у него обнаружили и изъяли мешок конопли общей массой более трёх килограммов. Владельцем дурман-травы оказался 63-летний житель города Ковров. Его задержали правоохранители возле одного из домов по улице Колораж. Следственное управление возбудило уголовное дело по статье 228. Её санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В данный момент злоумышленник находится под стражей. Большинство мусорных полигонов Подмосковья рекультивируют до 2024 года. Такую задачу перед региональной властью ставит нацпроект «Экология». Одна из его основных целей – ликвидация свалок, которые наносят вред окружающей среде. О результатах работы в этом направлении подмосковным журналистам сообщил министр экологии региона Дмитрий Куракин. В 2018 году под рекультивацию попали полигоны Каширский, Электросталь и Быково. Сейчас завершаются работы на свалках Кучино и Дубна Левобережная. Это работа, конечно, колоссальная. Мы фактически только приступили к ней. Но, с другой стороны, темпы, которые мы уже набрали, высокие. Другие субъекторы, мне кажется, завистью на нас в этом плане смотрят. Все идет по плану. Все идет в четком соответствии с установленными параметрами национального проекта. К 2024 году планируется ликвидировать 21 закрытый полигон. Как отметил Дмитрий Куракин, опыта рекультивации свалок такого масштаба, как Кучино, в России нет. Поэтому то, что происходит в Московской области, беспрецедентно. Благодаря жителям региона в национальном парке Лосиный остров появились липы, сирень и черемуха. На экологическом фестивале сажали деревья и люберчане. Городской округ представила большая делегация. Вместе с представителями общественных организаций территорию национального парка озеленяли политики и артисты. Также экофестиваль стал дискуссионной площадкой. Участники поговорили о наболевшем, рекультивации полигонов, очистке водоемов, раздельном сборе мусора. Мы с 1 января больше платим почти два раза за вывоз мусора. Где результаты? Где два контейнера? Где синие и серые мусоровозы? Почему в конце концов полигон, который там рядом находился, как работал, так и работает? Вот на эти все вопросы нам приходится отвечать. Также участники экологического фестиваля приняли участие в мастер-классах, смастерили скворечник и посетили лекцию. Люберецкая общественная организация «Мама офлайн» исполнилась 6 лет. Активные жительницы округа отметили день рождения сообщества экологической акции. Она состоялась на территории Томилинского парка сказок. Участницы сообщества высадили около 100 саженцев яблонь. Свой вклад в создание фруктового сада внесли не только активистки организации «Мама офлайн», но и все желающие. Наше главное достижение, что активных мам становится с каждым днем, я бы даже сказала, все больше и больше. То есть мы смотрим, что появляются такие же небольшие сообщества, такие же небольшие компании, которые просто за живое общение. Восемь жемчужин дошкольного образования искали члены жюри на региональном этапе всероссийского конкурса. В Люберцах лучшие педагоги Центрального федерального округа представили свои проекты и сразились за право участия в финале. Московский регион, Рязанская область, Калуга. 30 проектов из ЦФО защищали участники на региональном этапе. Люберцы представили два детсада, 59-й и Самолетик. Педагоги из последнего в номинации «Новая архитектуре, достойную педагогику» показали, какие возможности имеют современные дошкольные учреждения для оздоровления детей и развития их физически. Физическое развитие является приоритетным направлением в деятельности детского сада. Регулярно проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия в спортивном зале, в бассейне, на спортивной площадке. 8 жемчужин дошкольного образования России – федеральный конкурс, где 8 тематических номинаций позволяют найти уникальные направления воспитания и развития детей. Образовательные прогулки ребенок в высокотехнологичном обществе, поддержка традиций и инноваций – эти и другие направления конкурса помогут обменяться опытом педагогам со всей России. Как правило, это воспитатели и руководители учреждений создают совместные проекты. Они дают новые вектора развития, создают определенный контур для развития дошкольных организаций. Мы сплотились в специально научно-общественный союз развития наукоградов, Российское общество социологов и наша ассоциация лучших дошкольных образовательных организаций. Финал федерального конкурса прошли 8 участников. За победу на всероссийском уровне им придется побороться с лучшими проектами педагогов из 26 регионов страны. Анна Троян, Валерия Абсалямов, телеканал ЛРТ. Российские государственные геолого-разведочные университеты и Люберецкий инженерно-технологический лицей стали партнерами. Теперь старшеклассники смогут осваивать университетские дисциплины со школьной скамьи. Чтобы подготовить будущих абитуриентов к поступлению, преподаватели вуза на время займут место учителей. Тему продолжит Дарья Борисова. Мы сегодня представляем Московский государственный геолого-разведочный университет. И он может дать на 100% интересную работу. Очень нужную работу. Профориентационный ликбез как первый урок от вузовских светил. Старшеклассников инженерно-технологического лицея пригласили на заочную экскурсию по факультетам геолого-разведочного университета. Дальше больше. Его преподаватели лично возьмутся за подготовку лицеистов к вступительным экзаменам. На базе лицея будут созданы именно базовые классы университетов, в которых будут обучаться дети по общеобразовательной программе именно преподавателями лицея и во внеурочной деятельности по спецпредметам преподавателями университета. Репетиторов лучше представить сложно. Преподаватели сменят аудитории вуза на школьные кабинеты в рамках соглашения между учебными заведениями. Теперь инженерно-технологический лицей носит статус базовой школы МГРИ. Мы действительно заинтересованы в подготовке, качественной подготовке абитуриента к поступлению в наш вуз, потому что стандарты образовательные нашего университета достаточно высоки. И мы на самом деле выступаем за такую целевую подготовку, когда идет непосредственное взаимодействие с руководством школы. И мы понимаем, кого мы готовим и к чему мы готовим. Мы подготовим ребят к поступлению в наш вуз. Ученики базовой школы МГРИ получат сертификаты о прохождении подготовки. Это станет бонусом при поступлении и повысит шансы занять бюджетное место в геологоразведочном университете. Тем, кто поступит на платное отделение, сделают скидки на обучение. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Заглянуть в мир телевидения и увидеть его изнутри удалось школьникам из Малаховки. Ребята посетили телеканал ЛРТ, где их ждала увлекательная экскурсия. Что больше всего впечатлило гостей, расскажет Анна Троян. В эфире новости в студии Поволяева Дарья. Здравствуйте. Коротко о главных событиях. Коротко о главном. В работе регионального канала предстояло узнать восьмиклассникам из 52-й школы. Самым смелым удалось почувствовать себя ведущим новостей и понять, что читать новости в эфире не так-то просто. Чтобы прочитать правильно текст, нужно знать, какие слова ударные, какие слова главные. Но прежде чем текст попадет в суфлер, его нужно написать по всем законам тележурналистики. Как брать интервью, собирать информацию и где черпать вдохновение? Гоша на монтаже подкладывает на зеленый фон уже нарисованную графику. Это, естественно, как бы все сделано руками монтажера. И если корреспондентов гости не застали на рабочем месте, то в монтажном отделе они узнали о настоящих чудесах. Главные колдуны телевизионной вселенной раскрыли ребятам, как реализуется ежедневное волшебство, как работает зеленое полотно, хромокейс, сливается в единое целое, видеоряд, графика, звук и титры. Работа этого отдела впечатлила ребят. Я, конечно, знала, что в монтаже все сложно, но оказалось еще сложнее. У людей такая ответственная работа. И я боялась что-то сбить, когда была в комнате, находилась, там что-то задеть, вдруг, не дай бог, собьется. Раньше я думала, что и вправду в студии в такой стоят, а оказывается все совсем по-другому. Совсем не так, как думали школьники, выходят новости в прямой эфир. В самом сердце телеканала в аппаратной гости узнали, как попадают фильмы и программы в телевизор и люберчан. Выпускающие режиссеры рассказали ребятам о тонкостях технических, а уже в кабинете директора их ждали истории практически из профессиональной жизни журналистов. Наша задача, конечно же, двусторонний формат делать, чтобы все стороны смогли в этом сюжете высказаться и рассказать. Поделились своими впечатлениями от насыщенного дня и гости канала. После экскурсии школьники задали интересующие их вопросы и ушли домой с багажом знаний о работе телевидения. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Для спортивных достижений есть простор. Устанавливать рекорды скорости силы юные жители Краскова могут на новой спортивной площадке. Она появилась у школы номер 59 благодаря муниципальной программе образования. Подробности в нашем сюжете. Вечно зеленое покрытие футбольного поля к матчам готово. Новенькие дорожки с резиновым покрытием – хорошая новость для легкоатлетов. Площадка у 59-й школы чуть больше, чем просто стадион. Спортивный комплекс под открытым небом удовлетворит разные физкультовкусы. Это довольно современный стадион. Раньше был не очень хороший стадион по сравнению с этим. Тут можно играть в футбол, баскетбол, заниматься на турниках. А тогда нельзя было. Новый стадион стал по-настоящему дорогим подарком для школьников. На строительство универсальных площадок муниципалитет выделяет по 10 миллионов рублей. В одной из основных целей программы образования – создание благоприятной спортивной среды в школах. Те, кто занимаются собой, занимаются спортом, стремятся здоровыми, бездоровыми, у них всё получается и в учёбе. Вот этот педачок спортивный, он будет способствовать вашим успехам. Поэтому я вас с этим поздравляю и с ней желаю, чтобы всё, что вы задумали, у вас было. Образование – программа долгосрочная. В округе она продолжит работать как минимум 4 года. В скором будущем современный стадион откроют при Малаховской школе номер 47. Городской округ Люберцы впервые принял у себя московские областные соревнования и Кубок Подмосковья по роллерспорту. 60 лучших фигуристок показали своё мастерство и получили заслуженные награды. С обладательницами призовых мест пообщалась наша съёмочная группа. Прыжки, вращения, развороты – те же элементы, как в фигурном катании, только вместо льда под ногами у спортсменов паркет. Фигурное катание на роликовых коньках – относительно молодое направление в спорте. Ролики, на которых можно выполнять те же трюки, что и на льду, окончательно доработали в 2000-е годы. В настоящее время в Люберцах действует федерация этого вида спорта. Много детей занимаются этим видом спорта. Мы выезжаем постоянно на соревнования. Нельзя не согласиться с тем, что вид спорта потрясающе красивый, детям очень нравится. Фигурным катанием на роликах занимаются 60 люберецких детей. 12 лучших спортсменок представили городской округ на московских областных соревнованиях и Кубке Подмосковья по роллерспорту. Получила первое место. Я отлично выступила. Обычно я получаю по второму месту. Нам подарили ролики. Она не умела кататься. Думали, как быстрее научиться. И у нас в садике как раз это объявление напора идет. И мы решили попробовать. Думаю, научиться. Не знали, что будет настолько серьезно. И вот все-таки уже через год мы добились достаточно хороших результатов. Всего в соревнованиях приняли участие 60 лучших фигуристов роллеров Москвы и Подмосковья. Победителей лично наградил глава люберец Владимир Ужицкий. Я искренне пожелаю сегодня, чтобы этот спорт культивировался и развивался в Люберцах. Я искренне желаю каждой спортсменке достичь самых высоких результатов. Подобный турнир проходит в Люберцах впервые. Но его организаторы Федерация роллерспорта Московской области планируют сделать его ежегодным. Луиза Игязырян, Сергей Гвоздев, телеканал НРТ. Футбольному клубу «Звезда» исполнилось 15 лет. По этому поводу на стадионе состоялся большой спортивный праздник, который собрал более 700 человек. Поздравить их приехали не только представители власти, но и знаменитый футболист, мастер спорта международного класса Сергей Юран. В продолжение темы наш сюжет. Долгожданный автограф и селфи со звездой футбола. Маленькие воспитанники спортивного клуба «Звезда» ни на шаг не отходят от своего кумира. Приезд Сергея Юрана стал для них подарком. Приезжаю, сказал, не первый раз, вижу, еще больше добавилось. Ну и так, самое главное, что желание у мальчишек. Получится из них футболисты хорошо. А нет, это все равно для развития, для здоровья. Сегодня футбольный клуб «Звезда» один из лидеров в Люберецком округе. За 15 лет в спортивной школе обучились более 1200 спортсменов. Сейчас под руководством опытных наставников тренируются 250 ребят. Возможно, кто-то из вас в перспективе будет и профессиональным футболистом. Мы в этом заинтересованы, потому что вы принесете славу не только нашей большой родине, а главное, нашему Люберецкому краю. Мы в этом заинтересованы. Поэтому, друзья мои, вам спортивных успехов, благополучия и здоровья. Владимир Ружицкий поблагодарил всех сотрудников клуба и вручил благодарственные письма. Директор спортивной школы Валерий Товкач удостоился почетного знака отличия. Порадовали организаторы и воспитанников клуба. Мастер-классы по футбольному фристайлу от чемпионов Москвы. Детские блиц-турниры по мини-футболу, теннис-болу, пионер-болу, хоккею на траве. И, конечно же, мастер-класс от знаменитого футболиста Сергея Юрана. Мария Кузьмичева, Валерия Цалямов, телеканал ЛРД. Томилинский парк «Сказок» на один день превратился в большую спортивную площадку. Двукратный чемпион мира по ММА Алан Хадзиев поделился с жителями округа о заме бойцовского мастерства. Почувствовать себя в роли спортсмена и примерить чемпионскую экипировку мог любой желающий. Делиться секретами боевых искусств Алану Хадзиеву не впервой. Завладев многими титулами в мире бокса ММА, он готовит будущих чемпионов к выходу восьмиугольник. Я являюсь тренером международной категории. У меня дети от шести до восемнадцати лет. У меня абсолютные чемпионы. Два турнира они забрали по боксу, чисто, без проигрышев. Последний турнир я повез восемь человек, восемь первых мест. Увидеть чемпионские пояса, сфотографироваться на память с их обладателем, а еще стать свидетелем уникального мастер-класса. Благодаря проекту «Парковый спорт» такая возможность была у всех посетителей Томилинского парка «Сказок». Основной посыл паркового спорта – представить все виды спорта, скажем так, привлечь людей, молодежь, к занятиям регулярным спортом в парке. Поскольку парки, если не брать городской округ Люберца, часто пустуют. Хотелось бы просто оживить это движение. Парковый спорт стартовал в Люберцах в конце лета. Всесезонный проект готовится к выходу на региональный уровень. Организаторы спортивного движения планируют охватить еще пять городских округов. На этом выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. До встречи на канале ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова